Уважаемые коллеги, мне очень приятно от имени Российской Академии Наук поздравить всех вас с истекшим вчера и продолжающимся сегодня Днём Российской Науки. Алексей Евгеньевич очень чётко сказал, что этот день связан с рождением Российской Академии Наук и мы в 2024 году будем праздновать 300-летие с момента её создания, поэтому все празднования, которые идут, мы тоже можем приворочивать уже к тому событию, которое нас ждёт. Ну и очень важно, что этот год Российской Науки сейчас мы отмечаем в преддверии, вернее уже в начавшемся году науки и технологий, который определён президентом Российской Федерации. Вот очень интересно, что прямо несколько подряд лет, которые посвящены науке, то есть вот сегодня День Науки и Технологий и уже возникла инициатива, чтобы следующий год был День Математической Науки. Уже два таких предложения было вчера, вот было на том заседании, которое проводил президент, это на заседании Совета по науке и образованию при президенте Российской Федерации, и до этого один из лауреатов молодёжной премии тоже выступил с такой инициативой. Ну вот видите, у нас наука сейчас отмечена каким-то образом, и мы будем надеяться, что то, что она отмечена, будет способствовать её развитию, и прежде всего в интересах такой высокотехнологичной наукоёмкой отрасли, как атомной отрасли. Ну Российская Академия Наук давно сотрудничает с Росатомом, ну в прошлом году был юбилей госкорпорации, 75 лет со дня образования, мы проводили совместную научную сессию, многие здесь присутствующие участвовали в этой сессии. И в связи с этим я должен отметить, что у нас есть соглашение о сотрудничестве, в котором предусмотрено использовать потенциал Российской Академии Наук в интересах решения стратегических задач госкорпорации Росатом. Вот это соглашение, оно реализовывается, и я думаю, мы там те направления фундаментальных исследований, поисковых исследований, которые интересны для вашей госкорпорации, будем развивать всячески. Ну вот сегодня обсуждается очень активно комплексная программа, которая подписана, сначала был указ президента Российской Федерации, а теперь премьер-министр её подписал, это развитие техники, технологии научных исследований в интересах развития атомной энергетики. Но это стало теперь очередной, значит, 14-й темой наших основных научных исследований в Российской Федерации, она состоит из пяти федеральных проектов. Вот руководитель Курчатовского института отметил, что Курчатовский институт является головной организацией по реализации этой программы, но естественно все предприятия Росатома, они будут ключевыми игроками в этой программе. Институты, которые находятся под научно-методическим руководством РАН, будут активно принимать участие в выполнении федеральных проектов в интересах развития атомной отрасли. Я должен сказать, что в конце прошлого года была подписана премьер-министром новая программа фундаментальных научных исследований на десятилетний период. Это довольно масштабная программа, объём её 2 триллиона 150 миллиардов рублей с копейками. В этой программе есть разделы, которые посвящены как раз вашей отрасли, поэтому мы призываем вас принять участие в формировании детального плана этой программы, создании координационного совета по управлению этой программой, для того, чтобы ваши интересы были там соблюдены. Эта программа будет являться основой для формирования государственных заданий научным организациям, организациям образования, высшего образования. Поэтому сейчас формируются 11 секций комплексного комитета, который будет управлять программой, и я думаю, там есть разделы, касающиеся и физики, и энергетики, и химии, и наук о материалах, то есть там, где ваши учёные, ваши сотрудники могут принять участие для постановки задач в конкретном плане формирования научных исследований. Я должен отметить ещё одно направление, которое мы с вами совместно активно развиваем. Это реализация стратегии научно-технологического развития Российской Федерации. В рамках этой стратегии у нас есть 7 приоритетов, в этих приоритетах работают 7 советов по приоритетным направлениям. Есть координационный совет для формирования комплексных научно-технических программ и проектов полного инновационного цикла. Ну вот президент Российской Академии Наук любит говорить о долине смерти. Это та долина, которая разделяет фундаментальную науку от практической реализации в виде опытно-конструкторских работ и изготовления конкретных изделий и технологий, создания технологий. Вот эти программы, они как раз и предназначены для преодоления вот такого барьера между фундаментальной наукой и конкретными отраслями. Но я должен сказать, что мы активно работаем с госкорпорацией Росатом. Сейчас вот одна из, ну, флагманская, я бы сказал, КНТП, которая сформирована, посвящена композитным материалам. Она уже прошла одобрение всех советов, координационного совета, президиума совета при президенте по науке и образованию. И выпущено постановление, в котором поставлен срок формирования такой программы. То есть эта программа должна быть сделана до мая этого года. Это такая довольно обширная программа. Вот ваши, вы здесь являетесь и заказчиками этой программы, то есть и ваши институты будут одними из исполнителей. Поэтому потенциал для реализации стратегии в интересах вашей отрасли здесь велик. Есть еще одна программа, которая сейчас формируется, она уже близка к завершению. Это применение робототехнических комплексов для вывода из эксплуатации вот объектов ядерной энергетики. Это ТВЭЛы вынимаются с помощью специальных робототехнических систем. Эта программа прошла уже всю экспертизу, сейчас она представлена на координационный совет. Ну и я думаю, что она обязательно пройдет, потому что там все формальные признаки уже, в общем-то, соблюдены. Направление наших исследований обширно. Здесь можно сказать и физика экстремального состояния вещества при высоких плотностях энергии, физика лазеров, лазерная плазма, управляемый термоядерный синтез, ядерная медицина. Значит, есть космическая ядерная энергетика, морская атомная энергетика и целый ряд других направлений, которые, в общем-то, мы с вами совместно, Российская Академия Наук, с удовольствием будем развивать, их спектр будем значительно расширять. Ну, я хочу поздравить, во-первых, всех работников атомной отрасли с Днем Российской Науки, поздравить награжденных и тех юбиляров, родившихся вот в этот день или близкие дни, с Днем Рождения, вам всяческих успехов, здоровья, прежде всего, в это сложное время, и реализации тех больших планов, которые вы наметили. Спасибо. Большое спасибо, Олег Григорьевич. Уверен, что мы сегодня еще в наших рабочих докладах неоднократно услышим моменты, связанные с участием организаций институтов Российской Академии Наук, организаций подведомственных Министерств науки и образования Российской Федерации. А сейчас я хочу...